МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент вот так прямо и сказал, мол, э-э, Дальний Восток нужно заселять. Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке России. Не только сохранить людей, а приумножить. И все это хорошо и прекрасно, но сразу возникает уточняющий вопрос. А что, славные ЛНР и ДНР не особо процветают, да? Ну раз люди из городов-миллионников якутские бибиня готовы осваивать. Из Донбасса в Якутию переехали две тысячи шахтеров с семьями. Что тут делать? Работают кефейки 10-15 тысяч, за которые не поживешь даже месяц. А раз так, то тут же возникает еще один очень важный вопрос. И в Москве, и в Ордло еще со времен Сани Захарченко влажно фантазируют о возвращении, например, Мариуполя. Мариуполь никогда в жизни не останется за пределами нашей республики. В любом случае будем забирать Иславинский, Краматорский, Мариуполь и так далее, так далее, так далее. Прости, господи, мэр Горловки Приходько Давича вообще отжег. Мол, пока мы, ну то есть они, в Мариуполь не вернутся, там порядка не будет. Пока мы туда не придем, порядка не будет. Видали мастера навести порядок? У него в городе есть крупнейший в Европе химзавод, стирол называется. Там при Украине контракты на 5 лет вперед были. Так вот, после наведения порядка Приходько и другими болванчиками, некогда успешное градообразующее предприятие сейчас тупо пилят на металл. Завалили действующую эстакаду все трубы. Труба с изопентаном, пентаном, лихо. И вот поверьте, если бы, не дай бог, Новоросская помойка добралась бы в свое время до Мариуполя, на комбинате Ильича Азовстали была бы ровно та же история, как и с астеролом. Пока мы туда не придем, порядка не будет. А без металлургии умер бы порт, то есть тупо весь город без работы. И, кстати, отдельные деятели из Москвы, заточив окрошку правды, это открыто признают. На предприятиях Мариуполя порядка 100 тысяч человек работает, а город весь 300 тысяч человек. То есть, по сути, если эти предприятия закрылись бы, они бы закрылись, осталось бы 300 тысяч человек без работы. И это все бы легло просто тяжелейшим весом на Донецкую Народную Республику. 300 тысяч человек осталось бы без работы, так чтобы со временем тоже в якутский барак из приморского города переезжать. Но здесь важно отметить, что такого рода откровения для пропагандистов редкость. Если эти предприятия закрылись бы, они бы закрылись, осталось бы 300 тысяч человек без работы. Ведь последних идейных обитателей Донецко-Луганского гетто пропагандисты всячески пытаются убедить, мол, мариупольцы прямо рвутся в ордло. Мариуполь хочет в ДНР. И здесь хорошо бы предъявить какие-то доказательства. Ну, хотя бы какие-то митинги или акции в поддержку ДНР. Но ничего подобного у пропагандистов ясно-понятно нет. А потому все сенсации обычно подкрепляются байками из серии «Мне друзья из Мариуполя позвонили». Мои друзья начали мне звонить из Мариуполя и говорить, блин, мы готовы на все. Мы готовы на то, что нас будут обстреливать, но мы уже хотим избавиться от этого ужаса. М-м-м, позвонили. Лучше бы они тебе, тетя, в дверь позвонили. Но годы идут, а лохов переезжать в Донецк из Мариуполя как-то нет. Как нет ни одного видео или новости, где из Мариуполя массово бы бежали люди. Вот как из Донецка бегут шахтеры. Не хватает специалистов. Все уехали на Новолипецкий металлургический комбинат, на Мариупольские заводы уехал. Это не только шахта «Холодная балка» коснулась, а многих и других предприятий специалисты выезжали. Металлурги, врачи. Ну, не только врачи, а врачи, но и медицинский персонал. Мы, в общем, покинули Донбассу и уехали в Россию. Вы же сами это давно признали. Но все-таки, почему из Донецка бегут, а из Мариуполя нет? А ответ опять-таки на поверхности. Мариуполь, как ни парадоксально это звучит, выиграл от глупости зомбированной части Донецка, звавшей русский мир. Россия! 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 Почему выиграл? Объясняем. В серой зоне никакой крупный бизнес работать не будет. Еще раз, никакой, несмотря на все сладкие обещания. Надеемся, за 8 лет после прихода русского мира вы, живущие в Ордло, это поняли? Так вот, с началом оккупации крупнейшие налогоплательщики просто взяли и перерегистрировались из Донецка в Мариуполь. Метинвест продолжает перерегистрацию своих компаний из неподконтрольного Украины Донбасса в Мариуполь. Шахтер окончательно перерегистрировался в Мариуполе. Там один футбольный клуб «Шахтер» платит больше налогов, чем вся угробленная промышленность Дырляндии. В общем, как ни крути, но денег в Мариуполе стало значительно больше. И вот вам статистика. В подконтрольной части Донецкой области уровень зарплат второй по стране. Статведомстве подсчитали, что по уровню заработной платы среди регионов вторым является Донецкая область, где сотрудники в среднем получают 14 306 гривен. Средняя зарплата больше 14 тысяч гривен. Во многом, кстати, за счет металлургических гигантов, где средняя зарплата уже 20 тысяч. В чем легко убедиться на сайтах вакансий. Мы отримуем больше 20 тысяч гривен среднюю заработную плату в ракурсе. А теперь просто для сравнения. Согласно статистике, средняя зарплата в Дырляндии – это 15 с половиной тысяч рублей. Где-то 4200 в гривнах. Среднемесячная заработная плата одного штатного работника увеличилась на 21% и составила 15 480 рублей. И это мы уже молчим о том, что платят ее раз в полгода. Но, друзья, главное в том, что разница между когда-то областным центром и просто крупным городом почти в три раза не в пользу областного центра. Я вижу, какой Донбасс сегодня. Его просто убили. Люди там нищие. Вот более чем прозрачный ответ, почему из Донецка валят толпами, а из Мариуполя – нет. Вообще, сколько людей уехало из Донбасса за последнее время? Кто-нибудь может сказать? Соти тысяч будут делать. Заработать и пекли. Не закрывая тему зарплат, переведем еще один весьма показательный момент. Жалкие недороские пропагандисты даже создали группу по спасению Мариуполя, где за неимением коренных мариупольцев заседает американский коммунист с позывным «Техас». И чтобы вы не сомневались, главная работа этих жалких – во-первых, рассказывает на камеру страшилки про Украину. Все знают, что я находилась в плену. Уже на себе лично прочувствовала всю низость фашистского проявления нацизма. Где, например, какие-то не особо переборчивые в сексе фашисты якобы хотели изнасиловать вот эту красавицу? Мне даже подвали СБУ, пытались повалить и угрожали за Тути в монтажной пеной. А во-вторых, бомбить байки о том, как Мариуполь загибался и загибается при Украине. Ну, например, с той же вакциной, мол, алярм. Скоро вымрет весь город. В Мариуполе, конечно, с пандемией нехорошо. Скоро у нас будет вакцина. Нам Россия поможет. В Мариуполе, даже если человек очень сильно захочет, то он ничего не сможет сделать. Американская вакцина, которая уже привела к ряду смертей, в Мариуполь не поступит. Проходит всего полгода и в Мариуполе, где проживают около 500 тысяч человек, на сейчас более 40 тысяч вакцинированных. Первой дозой вакцинировалось уже более 40 тысяч мариупольцев. И почти 30 тысяч человек получили вторую дозу вакцины. Просто для сравнения, во всей Лыныры, где сейчас проживают порядка полутора миллионов, сделано 46 тысяч прививок. У нас провакцинировано порядка 46 тысяч человек. Но в очередной раз заставлять пропагандистов обтекать дело нехитрое. Вернемся к теме зарплат. Самая видная фея в этих ролевых играх носит фамилию Субботина. Так вот, мы потратили немножко времени и отыскали ее резюме за 2009 год. Субботина Елена Викторовна. Профессия сметчик. Минимальная зарплата 900 долларов. Оказывается, при фашистах и бандеровцах 12 лет назад сметчица Субботина собиралась зарабатывать 900 зеленых обам. В Донецке с таким бюджетом сейчас можно... Не-не, дед, прайс обнови. 900 зеленых сейчас в Ордло. Это 4 раба минимум. И водитель с телохранителем на Жигулях. Но дамочка отлично знает, все это работает именно на то, чтобы уничтожить свой город. То есть мало ему битого Донецк. С вот такими стадионами, когда в Мариуполе новые открываются. В Мариуполе открывается новый стадион на 12 тысяч зрителей. Футбольный клуб «Мариуполь» вийде на оновлене поле у родном городе. С вот такой кальмюс-ареной, в то время как в Мариуполе из ничего хокейные команды организовали. Хокейный клуб «Мариуполь» дебютант чемпионата Украины проводит первое тренирование на новой льдовой арене. С нищим ДМЗ против комбината Ильича. Что там? Все еще ждете шагу на танке? На Украину глава оборонного ведомства приедет на танки и точно не для следственных действий. Скажем прямо, реально ждут. Но не мариупольцы, а завистливые новоросские лузеры. Так, чтобы остановилась металлургия, так, чтобы умер порт, так, чтобы спортсмены бежали из города. Чтоб мариупольцы в одном вагоне с новороссами телепали на заработки в Якутию. Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей, а приумножить. Ведь ситуация в Ордло на сейчас это поражение всего русского мира. Люди же не слепые. Они смотрят, сравнивают и делают выводы. Не националисты, не бандеровцы, а нейтральные рядовые жители Донбасса. И, конечно, в России понимают, что лохов снова новоросить больше не найдется. Поэтому шагу на танке для них, пожалуй, единственный аргумент. Ведь для этой публики разломать чужое куда привычнее, чем построить свое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...